Обращаться к врачам, будучи совсем больными, не добрая, но все же традиция нашей страны, в то время как во многих цивилизованных странах большое внимание уделяют профилактике. А значит, популярны такие специалисты, как диетологи, ведь мы то, что мы едим, нутрициологи, специалисты по витаминам, микроэлементам и другим необходимым добавкам, а также генетики, которые выявляют предрасположенность к тем или иным болезням с возможностью предотвратить их наступление. Генетические анализы можно делать в любом возрасте, потому что заболевания разные бывают, и сердечно-сосудистые заболевания, онкологические, то есть у них нет вот таких возрастных рамок четких, но в основном, конечно, после 40 лет, когда начинаются первые какие-то небольшие симптомы, то есть человек еще не знает, с чем связаны эти симптомы, то есть заболевание ли это, то есть мы можем определить, либо это начало какого-то заболевания, либо это просто дефицит каких-то витаминов, вот, и скорректировать все это до того, как появились какие-то осложнения, симптомы уже серьезные, с которыми придется там постоянно бороться, лечиться, которые доставляют именно много дискомфорта в дальнейшей жизни, то есть таким образом улучшается качество жизни, и человек может небольшим приложением усилий добиться хорошего эффекта, то есть у него не будет такого ощущения, что он работает на лекарства и постоянно покупает какие-то препараты. С нутрициологией связаны еще несколько актуальных вопросов. Это детоксикация организма, устранение дефицита витаминов, минералов и биологически активных веществ. Во-первых, люди все считают, что витамины нужно пить только весной, либо после простудных заболеваний, и покупают обычный комплекс витаминов, профилактических пропивают и считают, что этим они как бы галочку поставили перед своим организмом, они все сделали, все что можно. Но дело в том, что у нас такой образ жизни, недостаточно нам обычно бывает и солнышка, и свежих фруктов, овощей, и довольно таких специфических продуктов, которые именно вот микроэлементы нам приносят в организм. И, соответственно, прием просто профилактических комплексов не всегда покрывает вашу потребность в витаминах и микроэлементах. Потому что, во-первых, там неполный спектр, полный спектр невозможно туда заложить, эту таблетку, она будет очень неудобна для приема. Плюс бывают дефициты именно определенных витаминов, когда доза должна быть намного больше. Соответственно, как бы всем людям, у кого офисный, так скажем, стиль жизни, то есть они мало бывают на солнце, мало занимаются физкультурой именно на свежем воздухе, то есть живут в условиях города плюс к этому, у них у всех дефицит витамина D. И, соответственно, те поливитамины, которые мы принимаем профилактически, они этот дефицит не покрывают. Вот. И эффекта поэтому люди от них особо никакого не ощущают. Поэтому именно лабораторное обследование, составленное индивидуально по потребностям человека, по его образу жизни, отвечает нам на главный вопрос. В какой дозе какие витамины нужно принимать? И не обязательно это будет огромный комплекс витаминов, который стоит много денег и в котором заложены все витамины. Возможно, они вам все и не нужны в данный момент. Вам нужен один-два именно то, что нужно. Точечные действия, так скажем. Генетические анализы в Челябинске проводит всемирно известная лаборатория, которая базируется в Санкт-Петербурге. Благодаря грамотной логистике результаты можно получить в кратчайшие сроки. На основе этого анализа определяется ход дальнейших действий. Будет ли это дополнительное обследование у узких специалистов или же рекомендации по питанию и приему витаминов. Другими словами, сегодня лучше не ждать, когда заболит, а заниматься своим здоровьем регулярно и системно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова